Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава третьей книги Ездра для библейского портала Экзегет считаю стандартный наш русский синодальный перевод. Но вот эта часть книги – это напряженный, сложный диалог Ездра и Ангела. Вообще необычно для библейских книг. Третья Ездра, конечно, лежит где-то на границе Библии, она только в русской традиции относится к библейским книгам. Но всё равно необычно. Там, как правило, Ангел является, чтобы что-то возвестить. Может быть, пророк или праведник спрашивает его о чём-то, получает ответ. Здесь у них прямо целый такой, знаете, семинар. Периодически они встречаются и беседуют на разные богословские темы. И восьмая глава завершилась вопросом Ездра, когда всё это произойдёт. Вот окончательное отделение добра от зла, окончательное спасение людей, которых Господь спасёт. Мы предыдущую главу читали, там было очень много о милосердии, о том, что если только по делам, если только по заслугам, то, в общем, особо никто и не спасётся. И вот нужно надеяться на милосердие Божие, иначе просто всё плохо. Ну и Ездра задаёт вопрос, когда ты мне объяснил, как, более-менее понятно, а осталось узнать, когда. Он отвечал мне и сказал, измеряя время в себе самом, а когда увидишь, что прошла некоторая часть знамений, прежде указанных, тогда уразумеешь, что это и есть то время, в которое он начнёт Всевышний посещать век им созданный. Примерно так будет и в Евангелии сказано. Да, ученики будут спрашивать, когда, и Господь будет отвечать, что, видите, не вы побелели, значит, время жатвы, да, вот. А точный час известен только отцу, скажет он. И не ваше дело его знать. Почему бы Богу не сказать? Конец света будет, и так многие говорили, такого-то числа, такого-то месяца, в таком-то году. Периодически появляются пророки, которые это возвещают. Приходит это число, этот месяц, начинается то, что в одном случае назвали великим разочарованием, да, вот. Не случилось ничего. Наверное, потому что, если мы узнаем, что конец света будет через, там, столько-то лет, ой, у нас есть столько времени пожить в своё удовольствие, потом мы где-нибудь, там, за полгодика начнём потихонечку каяться, да, но будем точно знать, что успеем. Вот, явно не так. И любая хронология здесь относительная, мы уже читали в этой третьей книге Ездра, такие интересные представления, что все одновременно приходят на суд, при том, что люди живут и умирают, да, и многие поколения уже мертвы, а многие ещё, видимо, родятся, да, потому что вот этот суд, он, вероятно, не происходит в какой-то определённый исторический отрезок, или там, в какую-то точку на календаре он не помещается, а это то, что ожидает каждого человека, и его жизнь, собственно, будет завершена этим судом, вот его личная частная жизнь, когда бы, в каком бы веке он ни жил. И, соответственно, смотри, смотри вокруг, будь внимателен, и ты поймёшь, что этот суд приближается лично к тебе. «Когда обнаружатся в веке колебания мест, смятения народов, тогда разумеешь, что об этом говорил Всевышний о дне и бывших прежде тебя от начала». То есть землетрясения и всевозможные войны и восстания. Слушайте, когда не было на земле землетрясений, когда люди не воевали и не устраивали переворотов, не было такого периода. То есть это всегда происходит. «Как всё сотворённое в веке имеет начало, равное и конец, и окончание бывает явно, так и времена Всевышнего имеют начало, открывающиеся чудесами и силами и окончания, являемые действиями и знаменем». Век имеет в виду этот век, то есть любой процесс, который протекает в нашем мире, он имеет начало и завершение. И у Бога тоже, но у Бога как-то по-другому. Чудеса и знамени. А это вот ровно то, чего будут требовать от Иисуса, то, что кажется, как какой-то, знаете, печатью на справке. Есть печать, значит, есть чудо. Нет печати, значит, это ничего не действенно. «Всякий, кто спасётся и возможен делами своими и верою, которую веруете, избежать от прежде сказанных бед, останется и увидит спасение моё на земле и в пределах моих, которые я осветил себе от века. Тогда пожалеют отступившие на них от путей моих и отвергшие их с презрением пребудут в муках. Те, которые не познали меня, получая при жизни благодеяния и возгнушались законом моим, не уразумели его, но презрели, когда ещё имели свободу и когда ещё отверстно было им место для покаяния. Те познают меня по смерти в мучении». Ну, понятен текст, да, то есть, вот не сказано, что в какой-то момент времени, а после смерти всё это будет ясно. «Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться». Ой, как потом будут любопытствовать всевозможные изображения адских муках, описания в какой-то момент. Кажется, что вот в историческом христианстве этот мотив, он станет чуть ли не доминирующим в Средние века, вот эти описания мучений и грешников. Он говорит, «Не любопытствуй, но исследуй, как спасутся праведные, которым надлежит век, и ради которых век, и когда». Я отвечал и сказал, «Я прежде говорил, а теперь говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли». Для него это важная тема. Ну, началось вот этот разговор, вот в этой части книги начался с разговора о узких воротах и тесном пути, да, или наоборот, тесных воротах и узком пути, как и в Евангелии. Ну, и раз так, значит, немногие им пройдут, для него это важно. Он сказал мне, он отвечал мне и сказал, «Какова нива, таковые семена, каковы цветы, таковы краски, каков делатель, таков и дело, каков земледелец, таковое возделывание, ибо то было время века». Ну, то есть, всё связано, и вот причины и следствия, они логически связаны, да. Когда я уготовлял век, прежде, нежели он был, «Для обитания тех, которые живут ныне в нём, никто мне не противоречил. А ныне, когда век сей был создан, нравы сотворённых повредились при неоскудивающей жатве, при неоследивом законе. Этот мир создан мной, говорит Бог, он называет его словом век, но это век нынешний, да, вот тут деление век нынешний, век грядущий. И творил его я один, а потом пришло противодействие. «И рассмотрел я век. И вот оказалась опасность от замыслов, которые появились в нём. Я увидел и пощадил его, и сохранил для себя одну ягоду из виноградной кисти и одно насаждение из множества. Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится ягода моя и насаждение моё, которое я вырастил с большим трудом». То есть Ездра всё время хочет числа выяснить, хотя бы относительную долю погибших и спасшихся, а ангел говорит, вот моё в этом мире насаждение, ягода, плод, не важен размер, важно, что это есть. «А ты, когда по прошествии семи дней иных не постясь, однако в них, уже постился много перед каждым из этих откровений, выйдешь на цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мясо, не пить вина, а только цветы. Молись ко Всевышнему непрестанно, и я приду и буду говорить с тобой». Вот снова обещание некоторого пророчества или ведение откровения, причём оно связано именно с отделением от повседневной такой жизни, где вкусно едят, пьют, живут в удобных местах, а вот уйти в пустыню, уйти в пустыню есть только то, что там выросло само. «И пошёл я, как он сказал мне, на поле, это следующий эпизод, который называется «Ардафа», и сел там в цветах и вкушал от полевых трав, и была мне пища от них насыщения. После семи дней лежал я на траве, и сердце моё опять смущалось, как прежде. Отверзли суста мои, и я начал говорить перед Всевышним и сказал, «О, Господи, да, вот семь дней он питался исключительно полевыми травами, вряд ли это была обильная и вкусная пища, но вот почему-то эти откровения несовместимы с таким здоровым питанием, как это назовут, или не очень здоровым. Вот человек, который укоренён в веки семь, да, вот вплоть до пищи, он как-то не может принять тайны века будущего». Итак, вновь начинается с вопроса Ездра-диалог. Он пытается всё выяснить, судьбу Израиля. Для него это крайне важно, потому что по сюжету книги Израиля в это время в плену в Вавилонии. «О, Господи, являя себя нам, ты явился отцам нашим в пустыне, непроходимой и бесплодной, когда они вышли из Египта, и сказал, «Слушай меня, Израиль, внимай слова моим семьям Иакова. Вот, я сею в вас закон мой, принесёт вас плод, и вы будете славиться в нём вечно». «Но отцы наши, приняв закон, не исполнили его, и постановление твоих не сохранили, и хотя плод закона твоего не погиб и не мог погибнуть, потому что был твой, но принявшие закон погибли, не сохранив того, что в нём было посеяно». Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя, или море корабль, или какой-либо сосуд, пищу или питьё, если будет повреждено то, в чём посеяно, или то, в чём помещено, в таком случае погибает вместе и само посеянное, или помещенное, или принятое, и принятое уже не остаётся перед нами. «Но с нами не так. Мы, принявшие закон, согрешая, погибли, равные сердце наше, которое приняло его, но закон не погиб, а остаётся в своей силе». Ну, понятно, если в сосуд налить воду или вино, если в корабль погрузить грузы и пустить его по морю, сосуд разобьётся, вода вытечет, корабль потонет, грузы пропадут. Израиль – тот самый сосуд, тот самый корабль, он несёт в себе закон. И для Ездра вот это постоянное мучение. Почему мы погибли? Ты говоришь, что закон сохраняется. А как же получилось, что мы при этом погибли? Может быть, всё-таки нас возродить, восстановить? «Когда я говорил это в сердце моём, я возрёл глазами моими и увидел на правой стороне женщину. И вот она плакала и рыдала с великим воплем, и сильно болела душу. Одежда её была разодрана, а на голове её пепел. Тогда оставил я размышления, которыми был занят, и обратившись к ней и сказал, «Я о чём плачешь ты? И о чём так скорбишь душу?» Она сказала, «Оставь меня, господин мой, да плачу о себе и усугублю скорбь, ибо я весьма горчен, а душу её весьма унижен». Вот видение жены, кстати, будет в Откровении, там это церковь, Откровение Анны Богослова. Здесь пока не очень понятно кто, но можно подумать, что что-то похожее. Истолкование будет в следующей главе. И она отвечала мне, «Я спросил её, что претерпела? Ты скажи мне». И она отвечала мне, «Я была неплодна, раба твоя не рождала, имея мужа тридцать лет. Каждый день, каждый день в эти тридцать лет я молила Всевышнего непрестанно и услышал меня, Бог, рабу твою. После тридцати лет увидел смирение моё, внял скорби мои и дал мне сына, и я сильно обрадовалась ему, и муж мой, и все сограждане мои, и мы много прославляли Всевышнего. Я вскормила его с великим трудом, и когда он возрос и пошёл взять себе жену, на этом девятая глава, к сожалению, заканчивается. Иногда деление на главы абсолютно нелогично, но так оно устроено. Поэтому что случилось, мы узнаем только в десятой главе.